Карачао-Черкесию посетили члены правительства Северной Осетии с целью обмена опытом по выращиванию мини-садов интенсивного типа. Министр сельского хозяйства Республики Анзор Баташев презентовал коллегам сады интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств Ногайского района. Подробности расскажет Мурад Жангёзов. Кооператив под символичным названием «Алма», куда входит 25 личных подсобных хозяйств, в текущем году стал победителем конкурсного отбора и получил средства из республиканского бюджета на закладку и уход за садом. У людей, проживающих в селе, появилась возможность работать и зарабатывать на своей земле, занимаясь любимым делом. Не знал, что такая программа есть. Сын пришёл, говорит, папа, вот такая программа есть, государство создало такую программу. Кто это придумал, спасибо ему, дай Бог ему здоровья. Это всё равно, как не говорит, помощь народу. На сегодняшний день на каждом участке площадью 10 соток в 135 личных подсобных хозяйствах республики заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлены системы капельного рожения и другие приспособления. Первый год, когда мы начали закладку, это был Урупский район, самый отдалённый район, там чуть другая схема соблюдалась. Там всего, по-моему, 240 деревьев, но они сами по себе крупнее и более устойчивые к ветрам и разного характера катаклизмам. Соответственно, когда будете выбирать район, надо будет, чтобы специалисты вам подсказали, какие деревья вам необходимо использовать, чтобы личные подсобные хозяйства могли рассчитывать на максимальную урожайность и, как говорится, поменьше проблем, чтобы не было. В ходе осмотра министр сельского хозяйства рассказал гостям о применяемых технологиях по закладке интенсивного сада, а также высказал ряд предположений по вопросу перспектив развития садоводства путём создания сельскохозяйственных кооперативов, отметив основные преимущества объединения личных подсобных хозяйств в одно юридическое лицо, что даёт очевидное преимущество при закупке техники, хранении и реализации продукции. Также Анзор Баташев выразил готовность оказать консультационную помощь по всем интересующим вопросам, связанным с развитием садоводства. В это хозяйство наглядно видим, что здесь действительно хозяйская рука, хозяева довольны этой программой, и мы бы хотели в себя тоже такую программу внедрить. Также мы пытаемся будем создавать мини-инкубаторы, чтобы для населения выращивали и продавали. Пчеловодством мы занимаемся, даём небольшие хозяйства создаём по пчеловодству, а вот сады тоже будем, видимо, в будущем году закладывать. Мурат Жанкиозов, Фарида Седахметова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район.